Дмитрий Орешкин также выходит с нами на прямую связь. Господин Орешкин, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Много новостей приходят из России, из Беларуси. В общем, такая традиционная история. Новости из России, новости из Беларуси. Кстати, Лукашенко объявил, что не рекомендует интеллигенции вмешиваться в политику. Он сказал, что там действуют бешеные законы. Удивило вас это его высказывание? Да нет. В общем-то, от Лукашенко уже сейчас трудно дождаться чего-то удивительного. Просто, пожалуй, удивляет, как быстро он сползает в какой-то вообще такой классической советской риторике. Почему интеллигенция не должна вмешиваться в политику? А кто должен ей заниматься? Военные только что. Ну, бывают и военные интеллигенции. А интеллигенции – это вообще образованные люди. И вот с точки зрения Лукашенко, который не является образованным человеком, грамотным людям политикой, видимо, заниматься не следует, а следует заниматься тем, кто достаточно прост для того, чтобы сопоставлять себя со всей нацией. Лукашенко думает, что он представляет белорусский народ. Ну, это сильное упрощение, но, по-видимому, так думают все диктаторы, которым это приятно, понятно и близко. А все, кто слишком умные, все, кто имеет какую-то отдельную от него точку зрения, они, естественно, антинародные. Но если говорить о глубинном народе, вот этот термин, который активно используется в России, вообще не преувеличивает ли его роль, когда говорят о том, что вот есть некий глубинный народ, и будем ориентироваться на него? Вот давайте с терминами определимся, что это за народ, и насколько велик его потенциал. Ну, этот термин, который ввел Сурков, но на самом деле, мне кажется, это преломление 60-х годов XIX века, когда интеллигенция российская, в том числе и дворянская в первую очередь, переживала какой-то комплекс вины перед так называемым простым народом, опрощалась, но граф Лев Николаевич Толстой приглашал носить всех пестридинные порты и, значит, ходить босиком и пахать землю. Это, мне кажется, какой-то комплекс вины, а может быть, комплекс мазохистический, который довольно часто проявляется в зрелых культурах у людей из высших социальных слоев. Ну, вот что-то похожее, мне кажется, мы сейчас переживаем, наблюдая Соединенные Штаты. Там тоже есть такой комплекс вины перед потомками рабов, которые же давно не рабы, у которых, в общем-то, вполне есть нормальные способы самореализации, вплоть до того, что человек с темной кожей становится президентом, постсекретарем, министром обороны и так далее. Но всё равно вот это вот живёт, раскол на такой вот простой и потому честный и чистый народ и какой-то болезненный, воспитанный в ложных традициях культурный народ. Ну, в России это было понятно, потому что, да, была дворянская культура, которая в значительной степени была европеизирована, и какая-то странная народная культура, которая рассматривалась после 60-х годов XIX века как нечто отдельное. Этому противостоит концепция Александра Сергеевича Пушкина, который ничуть не стеснялся своего 600-летнего дворянства, и, мне кажется, был глубоко чужд идеи раскола на простой народ и на дворянство, или уж, во всяком случае, был далёк от идеализации этого самого простого народа. Ну, рассматривал себя как часть народа, ну, просто часть, как и в теле человека, отвечающая за разные функции. В теле человека есть голова, есть руки и ноги, и если голова начинает заискивать перед руками, это неправильно. То есть, мне кажется, что Сурков сейчас пытается отрулить, и довольно успешно, и люди, которые его поддерживают и поддерживали, это используют, что есть какой-то глубинный народ, носитель древней справедливой праведности, и есть какие-то вестернизированные чуждые этому народу интеллигенты. Но Лукашенко, он небольшой специалист в введении новых понятий, поэтому он просто подхватил вот эту Сурковскую идею, которая, в общем-то, тоже не нова, она, во-первых, из 60-х годов XIX века в России, во-вторых, это характерно для Турции, где так называемая есть элита, или теневое правительство, или ещё, в его говорят, тайное правительство, по-турецки, это люди, которые как бы не обладают прерогативами власти, которых как бы не избирают, а просто какая-то элитная группа, в Турции это были военные, которые определяют направление, по которому должна развиваться культура, страна и так далее. До определённого момента, со времён младо-турков, это были военные турецкие, которые учились в Европе, в Соединённых Штатах, и это неформальное правительство, вот этот Дерен-Девлет, оно вело Турцию по европейским рельсам. А потом, вот сейчас уже, когда пришёл Эрдоган, он этот тренд сломал, он объединил себя с этим самым глубинным народом, стал его глашатаем, уничтожил военную элиту, ну или, во всяком случае, свёл её к немощному подчинённому сословию, и ведёт Турцию в сторону идиократического, исламского государства, ну, правда, не очень чёт, не в такой степени, как в Иране, но вот представляет себя, как представитель простого вот этого исламского, не слишком образованного, не слишком культурного, не слишком европеизированного народа. Лукашенко играет эту же роль. Он придумал себе вот этот простой белорусский народ, который враждебен в Европе, и от его имени, заткнув ему рот предварительно, выступает глашатаем, поскольку он лучше этого самого народа знает. Мне кажется, что в этом есть какое-то хамское отношение к народу. Народ, он непрост. И русский народ непрост, и белорусский народ непрост, и латышский народ непрост. И из этого народа вырастают те люди, которые получают образование, и, в общем-то, они, горожане, образованные люди, состоятельные люди, люди, умеющие добиваться поставленных целей, они и формируют эту самую элиту. И вот в нормальных странах нормальная элита взаимодействует с населением и формируют вместе народ. Не происходит вот этот раскол, ментальный раскол на какой-то там мифологический народ, который владеет секретом равенства, братства, исконной справедливости, пасконного ношения пестрединных портов и так далее. И какие-то вот, значит, чуждые этому народу нахлобучка, надстройка, презренные интеллигенции и так далее. И в Советском Союзе было примерно то же самое. Это все ошибочно, потому что нация состоит из интеллигентов, нация состоит из среднего класса, из низших классов, из рабочего класса, из крестьян, из военных. Это все объединяется в одно понятие нация. И когда эту нацию делят на какой-то вот отдельно стоящий, сказочный народ и какие-то неправильные европейски ориентированные люди, которых надо изолировать от разработки политических программ, это, мне кажется, болезненное и унизительное отношение к своей нации. Нация многообразна. В нации разные страты. В нации люди разных национальностей, этничной принадлежности бывают. Но для того, чтобы страна шла по пути, который устраивает разные социальные группы, существует такой инструмент, как демократия, где тот самый народ на честных выборах с помощью политической конкуренции выбирает того, кто ему нравится. Может быть, он ошибается, а через четыре года он может исправить свою ошибку. А вот в случае с господином Лукашенко это не проходит, потому что он лучше знает, что такое народ. Он единственный, кто знает, что такое народ. И Владимир Путин у нас в стране тоже единственный, знает, что такое народ, от имени народа и выступает. А все остальные – это агенты влияния или еще кто-то. Ну, покажите мне такой раскол между элитами и народом в той же самой Западной Европе, в той же самой Латвии. Мне кажется, это тупиковый путь.